Небанальная кухня Павлова И ни фитнес, ни диеты, мне не нужно ничего Ем свекольные котлеты Вот такое, молодец Да, друзья мои, я не оговорился, я не ошибся Именно свекольные котлеты Вот такое небанальное из банальных продуктов блюда Я сегодня приготовлю И эти небанальные свекольные котлеты будут сопровождаться у меня свекольным рисом Ну что, поехали? Начинаем Я беру вот такую плошечку Для того, чтобы мне почистить свеклу Надену перчатки к свекле Свекла у меня уже, могу вам сказать, запеченная Я ее запекал в духовке с фольгой А беру просто фольгой, поставил в духовку на 180 градусов Вот такого размера свекла 40-50 минут Прекрасно будет готово И смотрите, вот так я ее очищаю Свекольные котлеты Да, да, не надо отплевываться, не надо убегать от телевизора Свекольные котлеты, это вкусно Свекольные котлеты, это интересно Это небанально и, друзья мои, это очень полезно Потому что в свекле содержится очень большое количество минералов Веществ, которые полезны для нашего организма И свекла на втором месте После морской капусты По содержанию йода Так что если у вас есть проблемы со щитовидной железой Это 100% ваш продукт Ну что ж, вот таким образом я почистил свеклу И что я вам хочу сказать интересного Свекла Свекла очень хорошо влияет на память человека Ну, естественно, положительно Поэтому если у вас плохая память И вы можете забыть сегодняшний рецепт Обязательно начинайте есть свеклу прямо сейчас Я думаю, тогда проблемы у вас с этим не возникнет Ну что ж, тем временем я взял луковицу Отлично, все почистил Что еще? Мне необходимо взять кастрюлю И высыпаю я сюда вот Ну, я высыплю половину, много не надо Много не надо риса Рис взял обычный длиннозерный рис Тут уже выбирайте сами, как вам больше нравится Можете брать рис басмати Сейчас очень популярный Можете брать круглозерный рис Рис я вот таким образом промываю Вот я промыл рис Надеюсь, всем видно А кому не видно, опять же могу сказать Ешьте свеклу Потому что свекла Она не только улучшает память Но она еще и улучшает зрение Поэтому, когда вы будете для зрения есть морковку Можете чередовать ее со свеклой Ставлю рис Немного соли добавлю Что я делаю дальше? Свекла у меня запеченная Лук у меня сырой И лук мне, конечно, надо немного обжарить Я буду добавлять обжаренный лук В мои свекольные котлеты Тоненько, тоненькой соломкой Ну, возьму еще вот так, пожалуй Уберу лишнее И порежу остаток лука Аккуратно берегите пальцы, друзья мои Потому что пальцы все-таки не вырастут у вас Они одни Отлично Ну что ж, лук нарезал Свекла у меня почищена Ставлю сковородку В которой буду жарить лук Для свекольных котлет Масло Пока у меня нагревается масло Друзья, я буду измельчать Грецкий орех Грецкий орех, кстати, я буду использовать в качестве панировки Никакой муки, никаких сухариков Я предпочту сегодня грецкие орехи И эти грецкие орехи я смешаю еще с семечками фенхеля Фенхель очень приятно пахнет И очень хорошо гармонирует со свеклой Он даст такой приятный аромат, оттенок Итак, возьму ступку для измельчения Вот таких вот прекрасных сыпучих дополнений Специи Засыплю вот сюда И немного пройдусь толокушкой вот этой вот Поскольку я боюсь, наверное, что блендер Не очень-то возьмет эти семена Вот, смотри, какой аромат, чудеснейший аромат Ой, просто прелесть вообще, отлично Не поленитесь, купите себе вот такую вещь Всегда пользуйтесь ею И ваше блюдо, конечно, будет Намного ароматнее и вкуснее Так, ну что ж, я протер Фенхель В это время масло у меня уже, как можете видеть, разогрелось И я засыпаю туда лучиано Лук репчатый Вот таким образом И пока жарится у меня лук, не будем терять времени Я возьму блендер Вот такой стакан В который я засыплю Как у зубного, да? В который я засыплю орешки К этим орешкам добавлю фенхель Вот так Прекрасно И Закрываю стаканчик Ставлю блендер И Измельчаю Измельчаю орехи Поверьте мне, запах отличный Все, смотрите Все, что требовалось, я сделал Возьму тарелочку Свекольные котлеты в ореховой панировке Но неужели вы скажете мне, что это банально? Неужели вы скажете, что это неинтересно? Друзья мои, я с вами не соглашусь Это очень оригинально, интересно И поверьте мне, это вкусно Если бы это было бы невкусно Я бы сейчас этого не готовил А пока он у меня обжаривается Я отставлю в сторону Свою ореховую панировку Возьму Вот такую красивую большую чашку Для того, чтобы вы все могли Видеть, что там будет происходить А происходить будет следующее Я сюда Натру свеклу Итак, беру свеклу В одну руку А в другую терочку И вот таким вот образом На крупной терке, на большой Натираю свеклу Вот куда мы без нее? Начиная от борща Заканчивая селедкой под шубой Можно упомянуть, конечно же О ее полезных свойствах Очищение организма Нормализация артериального давления Очищение крови Друзья, что может быть лучше? Обычная свекла А в ней столько всего вкусного И интересного И полезного Я думаю, что мне хватит Свеклы Лук у меня как раз уже Поджарился Я добавляю его к свекле Вот так вот Теперь Я добавлю сюда Яйцо Также я сюда добавлю Зелени И что я вам хочу сказать Интересного Свекла Занимает второе место После чеснока По содержанию в ней Железо Поэтому, если вы Боитесь есть чеснок Но вам не хватает Железа в организме Вы можете с легкостью Приготовить себе свеклу И ее съесть Так, нарезаю сюда Укроп Вот так Теперь Добавлю Перца Свежего Свежий душистый перец Пробуждает Несомненно Пробуждает аппетит Соль Вот таким образом И сейчас Я буду Котлетки эти Доводить до ума Перемешиваю Вот эту массу Свекольно-луковую Добавлю немного Муки Не буду много добавлять Потому что Если вы добавите Очень много муки Она у вас будет Просто-напросто Сильно чувствоваться Ну что ж Вот такая свекольная масса У меня получилось Если у вас Очень сочная свекла Друзья Либо отожмите ее Либо добавьте Немного побольше муки Чтобы у вас была Вот такая же консистенция Плотная, достаточно И не растекалась По тарелке Иначе вам просто Будет неудобно Жарить Свекольные котлеты Не банальная кухня Павлова В это время Рис уже сварился Я хочу его Нега промыть Чтобы он у меня Не перешел Я возьму Друшлаг Кастрюльку Вот такую Переложу его Хочу, чтобы у меня Рис был рассыпчатый Поэтому Я его Немного промою Не вижу в этом Ничего страшного Все-таки у нас Не ризотто А обычный рис Ну что ж Рис пока Обсыхает Я займусь Непосредственно Формированием Лепкой Свекольных котлет Для этого Мне нужно будет Вот такая вот Тарелочка С орехами Кусочек Сыра Ну и конечно же Свеклу Намочу руки Чтобы удобнее было Лепить Мой свекольный Шедевр Вот таким образом Я делаю Такие вот Котлеты Вот так вот Я беру Внутрь кладу Кусочек Небольшой кусочек Сыра И Вот таким образом Закрываю Делаю вот такой вот Как бы свекольный Пирожок что ли Я не знаю Как вам угодно И обваливаю Вот так вот Посмотрите В орешках Орехи были перемолотые У меня С семечками фенхеля И вот такие котлеты У меня получаются Это номер один Мне необходима будет Сковорода Растительное масло Для того чтобы Обжарить Котлеты Все вроде бы просто Свекла Орехи Сыр Но друзья мои Это не сала с черносливом Это свекольные Это свекольные котлеты Очень вкусные Полезные И необычные Когда вы будете их есть Вас внутри будет ожидать Вот такой приятный сюрприз В виде Сливочного сыра Закрываю И обваливаю В орехах И теперь Я вот таким образом Выкладываю их На сковороду И обжариваю С двух сторон Очень сильно не надо Нагревать масло Потому что Вы просто можете Спалить Ореховую панировку Пока мои котлеты Жарятся Я приготовлю Свекольный рис Свеклу Мне нужно будет Нарезать Небольшими кубиками Я нарезаю Буквально где-то Одна А то и половина Свеклы Но друзья мои Надо поглядывать Конечно За котлетками Потому что Они могут Подгореть Вот такая у меня Румяная котлетка Получилась Отлично Я их обжарил Я могу уже Спокойно накрыть Сковороду Крышечкой И убрать пока Их В сторону Итак Я нарезал Свеклу Возьму немного Лука репчатого Буквально Вот Наверное Вот так И Добавлю Лук К рису Я буду Рис буду Жарить Вместе с луком И вместе Со свеклой Запеченный Свеклой Не сырой Вот такие Крупные Кубики У меня Получились Лука Еще Большие Кубики Получились Свеклы И Пожалуй Для аромата Я возьму Чеснок Чеснок Замоченный В воде Прекрасно Чистится Одним Движением Ножа Шкурка Слетает Вот так же Нарезаю Я Чеснок Овощи Нарезал Котлеты Выкладываю На противень И отправляю В духовку Буквально На 5-6 минут Так Раз Котлета И Два Котлета Смотрите Какие красавцы Получились Орешки Поджарились Сейчас мы Немного Пропечем Их Внутри Чтобы они Были уж Теплые На 100% И Можно будет Подавать Смотрите Как Получается Обычная Свекла Обычная Свекла Сегодня В другой Интерпретации Сегодня Это Котлеты Это Прекрасные Свекольные Котлеты Свекольным Рисом И Непростые Котлеты Они В ореховой Панировке И внутри У них Еще Приятное Дополнение Это Сливочный Сыр Мне кажется Отличный Отличный Выбор Отличный Рецепт Очень Полезный И главное Не банальный Ну что ж Добавлю Растительного Масла Вот так И Обжариваю Лук И Чеснок Вот таким Обжариваю Овощи Лук Чеснок Жарится Очень быстро Добавляю Печеную Свеклу Вот так Вот Возьму Зелень Петрушку Базилик Все пойдет Как раз В рис Нарежу Зелень Вот так Нарезал Зелень И Что могу Сказать Что Наверное Уже Пора Добавлять Рис Добавляю Добавляю Соль Добавляю Перец Слегка Его Перемешиваю Ну что ж И Добавляю Зелень Все Вот такой Прекрасный Свекольный Гарнир Я Приготовил Котлетам На самом Деле Такое Блюдо Вы можете Использовать Как и Самостоятельно Я сейчас Про рис Говорю Вам Оно Ничем Не хуже Будет Для людей Которые Не едят Допустим Мясо Мне кажется Это прекрасная Альтернатива Ну что ж Друзья У меня Уже Все готово Рис со Свеклой Готов Свекольные Котлеты Уже Подошли И хотят Чтобы их Вытащили Из печки Поэтому Я Снимаю Свой Аксессуар Свои Перчатки Они мне Больше Уже Не нужны И Вот Такую Красивую Тарелочку Я выбираю Для сервировки Свекольных Котлет Они как раз Уже Ох Какие Красавцы А Вот такие Оригинальные Свекольные Котлеты В панировке Из грецких Орехов С фенхелем У меня Получились И к ним Я добавлю Рис Такой Небольшой Горочкой Оригинально Не банально Друзья И поверьте мне Это действительно Вкусно Для украшения Возьму буквально Одну Помидорку Черри Вот так Я Положу И Пару Листиков Петрушки Ну что ж Друзья Свекольные Котлеты В ореховой Панировке Необычный Рис со Свеклой Который Идет Прекрасным Дополнением К этому Блюду Что может быть Лучше Полноценное Горячее Блюдо Из свеклы Очень вкусно Оригинально И не банально Не бойтесь Экспериментировать Готовьте Друзья Не банальные Рецепты Пока Субтитры Субтитры